Сейчас заканчивается первая декада июля. Многие культуры закончили свое плодоношение. Вот здесь вот был у меня салат. Он уже в основном был использован, но оставшийся уже перерос, и его пришлось удалить. Это место останется свободным. Сюда будут, вон видно, они уже плети распускают переползать арбузики и дыни, и им тут будет очень хорошо. И уже тоже заканчивает свое плодоношение мангольд. Это мангольд у меня сорт рубин. Очень хороший сорт оказался, сочный, крупный, очень красивый. И вот этот мангольдик, уже много его срезали, и все равно еще много его осталось. Видимо, придется его тоже удалять. Но пока он уже, ну скажем так, на пределе плодоношения, то есть уже начинает перерастать. Некоторые растения мангольда выбросили стрелки. Вот они. Я их решил оставить. Попробую собрать свои семена. Ну а остальной мангольд попробую как-то использовать, потому что уже тянуть с этим нельзя. Он уже начинает перерастать. Вот такое замечательное растение мангольд. Уход за ним очень простой. Дает много очень сочной, красивой, вкусной и очень полезной зелени. Так что рекомендую выращивать мангольд каждому огороднику. Вот я два рядка всего его высевал, и даже не смог его весь переработать. Но еще буду пытаться это сделать. После того, как весь основной мангольд был уже убран, поскольку он поспел, все-таки я не удержался и оставил одно растение. Ну, во-первых, чтобы показать его более обстоятельно, не как на грядке, а вот как вот растет мангольд. И обратить лишний раз внимание на то, какой он все-таки красивый. Вот такие красные стебли. Вот такие мощные, очень сочные зеленью. Налитые листочки. То есть, на мой взгляд, это растение можно выращивать даже просто для декоративных целей. Уж не говоря о том, что оно очень вкусное, если его, конечно, хорошо приготовить. И очень полезное растение, мангольд. Вообще-то это растение двухлетнее. Ну, поскольку вот один кустик каким-то образом завязал семена, я все-таки решил рискнуть попробовать собрать их. И если получится, их использовать. А вот здесь вот могу добавить вот эти ямочки, уже наделали воробьи. Они тут купались у меня. Потому что вот на этой грядке был салат. Ну, салат убран. Грядочка разровнена. Сюда будут переходить вот эти вот арбузы. С таким расчетом это все было и посеяно. И вот воробьи тут как тут. На ровненькое чистое место прилетели и начали купаться в пыли. Поскольку все очень быстро подсохло. Но вот это, еще раз подчеркну, красавец мангольд. Даже убирать его жалко. Пусть порастет еще. Пока ничему не мешает. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...